Приветствую вас снова на моем канале Одесситка в Швейцарии, где я ежедневно делюсь видео о своей насыщенной, интересной, а главное позитивной жизни. Кто еще не подписался на мой канал, кто меня не знает, у вас есть отличный повод познакомиться со мной, чтобы не пропустить самое интересное. А сегодня у меня будет вложик, посвященный моей учебе в школе на терапевтического массажиста. Сегодня у нас последнее занятие, посвященное массажу корпуса. И со следующей недели у нас начинается массаж экстремитетен, это двигающиеся части руки и ноги. Так что учеба продолжается, просто перешли на следующий уровень. Значит, вы меня просите, чтобы я вам подробнее рассказывала про свою школу и прям вот подробнее. Все-все-все. К сожалению, не могу рассказывать подробнее, у меня со школой согласовано, так как школа наша платная. И, естественно, я могу только поверхностно говорить, что мы учили, а что конкретно мы учили, это можно, наверное, в интернете посмотреть. Не знаю. Ну, короче, меня попросили не рассказывать какие-то нюансы, секретики. Для этого как бы и есть школа, да. И вот этот курс, который у меня был 5 недель, стоит 780 франков. Вот. Понятное дело, если бы все можно было в интернет выложить, то люди бы, наверное, и не ходили бы на занятия. Вот. Так что расскажу вам в двух словах. Сегодня было самое насыщенное занятие, и столько нового для меня я открыла на свое удивление. Значит, во-первых, сегодня у нас еще был массаж груди. И реально я такого вообще еще нигде не видела, потому что на работе мы массируем только декольте. А тут реально был массаж груди. Сначала мужской грудной клетки, потом женской. Я вот. Сначала мужской грудной клетки, потом женской. Вот я сейчас, я очень рад. Я вот так, что я, потому что я очень рад, что я буду делать. Я очень рад. Я очень рад. Я очень рад. Я просто хочу вот так, что я могу делать. И очень интенсивный массаж. Но вот, честно говоря, я на себе его пробовала. Мне было некомфортно. И я уверена, что очень многие женщины тоже будут чувствовать себя некомфортно. Потому что все-таки это интимная зона. Одно дело декольте, это вот до этой косточки, да? Нежно. Мы на работе нежно массируем. Прям вот невесомые ручки. А здесь конкретно там были тоже как тесто месишь. Вот. Значит, потом нам еще показали разные разновидности массажа. Значит, это банки. А, сейчас зафер. волнах. И вот в этот момент тебя массируют. Швинг кейсен. Боже, никогда такого не видела. Смотрите. Вот, вот, вот. Непередаваемые ощущения. Полностью, вот как будто бы ты куда-то улетел. То есть такое расслабление. И подушка такая стоит на минуточку 480 франков. Есть отдельный курс двухдневный, чтобы знать как массировать на этой подушке, какие мышцы задействовать. Потом еще нам показали один прибор, он как вибратор с первого взгляда. Но он тоже локально воздействует на мышцы, на, как сказать, ну, короче говоря, ну, вот мне очень сложно по-русски подобрать слова, потому что я не перевожу для себя по-русски. Я учу, как оно есть по-немецки, потому что я пользуюсь в своей жизни только немецкими, да, вариантами. Вот, короче, покажу вам видео, которое мы наснимали. Ну, а потом мы изучали пожалуйста в комментариях, нашли мою болевую точку и зафиксировали ее. И вот, хочу еще такой ответить на вопрос. Сегодня я как раз читала комментарии про мою школу, которая была там две недели назад. И один парень написал, это адская работа, выматывает и психически, и физически, вам хотя бы за нее платят. Вы знаете, ну, мне аж страшно стало и жалко этого парня. Если его работа, если он еще, не дай бог, массажист, и вот так вот относится к своей работе, что она адская, что она его выматывает, то это сто процентов не его работа. Потому что у меня, сколько я работаю, уже год я работаю и полтора года я занимаюсь массажем, у меня не было ни разу вот такого вот состояния, чтобы я вымоталась физически после массажа, да, чтобы я устала как-то, либо что я бы подумала, боже мой, нафига я вообще пошла на такую работу, это адище. Я настолько обожаю свою работу, и тут еще самое главное, то есть я перед каждым массажем я готовлюсь и я себя заземляю, чтобы не брать на себя чужую энергию, энергетику. Человек, люди разные приходят, кто-то расстроенный, кто-то довольный, кто-то еще что-то, чтобы вот это вот блокировать. И меня пока что это все получается, на ура. И еще один момент, значит, заметила сегодня, да, значит, когда я пришла в школу, в прошлом июне я начала обучение в школе на немецком языке, и для меня начала я с фус-рефлексионной терапии. И вот, вы знаете, я была вот такой зеленый ботан, я умела делать классический массаж, но вот что касалось ног, это вообще эти все точки, эти все органы, как эти органы вообще по-немецки называются. Я долго не могла понять, что такое ляисты, я не могла понять, что такое там селезенка, да, как она по-немецки будет. Вот, короче говоря, и я себя чувствовала таким вот первоклассником, да, который вот пришел в школу, то что вам сказать сегодня, у меня было чувство, что я профессор. И когда достали эти баночки вакуумные, и наша учительница, молодая девочка, начинает объяснять, показывать, по спине водит эти баночки, и я говорю, ой, вы знаете, а я вот использую эти баночки для антицеллюлитного массажа. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что швейцарцы и антицеллюлит, они вообще не парятся. И какой массаж против целлюлита? Это только наши. Вот. И, естественно, у меня все клиенты, которые делали этот массаж, все были русскоговорящие. И у меня это был не просто массаж одноразовый, да, это был курс, минимум 10 дней, там специально идет программа с обертыванием водорослей, разогревающий крем, какой-то серум. И в конце я делала вот эти банки, и я вам сейчас покажу фотографию, значит, как я просила, да, Милана, я говорю, Милана, сделай, я хотела на себе этот крем прочувствовать, насколько он разогревает и так далее. И она мне делала эти банки, и в конце, короче, она мне вот это обложила банками. Понятное дело, она мне так насосала, что у меня потом вся нога была фиолетовая, но неважно, да, то есть, но сегодня, когда я об этом сказала, даже учительница вот так, а как это, а где это? Я показываю фотографии, и они с открытым ртом. И я давай показывать на девочке, как делать, в каком направлении, куда и что, естественно, женщины заинтересовались, это же типа можно на рынок, этот продукт, может быть, они начнут предлагать своим клиентам и немножечко просветят швейцарских женщин, что есть такая прекрасная процедура, которая сделает их ножки очень гладкими. Еще хочу сказать, мой Влад вчера, пришел ко мне, и он вывернул ногу, играл в баскетбол, где-то там что-то, на нее сильно прыгнул, и, короче, со стороны, внутренней стороны ступни прямо гуля огромная, и, короче, он еле-еле дошел. Вот, ну, я думаю, блин, нельзя же, да, массировать в таком случае. И тут мне пришло на ум, что я же специалист по фус-рефлексонной массажам, и у нас есть отличный массаж, люм в тренашем фус, то есть он очень-очень-очень нежный, вот он именно отводит лишнюю жидкость, да, из организма. И, естественно, какие-то там, где забитые лимфотоки, вот, оно их, короче, освобождает. И вот он вчера лежал и психовал, такой говорит, тащи мне направо, крути мне налево, что это за массаж? А он вот так вот он делается, вот так вот, нежнейшие вот такие движения, как бабочки, да, вот так вот, это ты так нажимаешь, а это ты вот так вот едешь. И, короче, он такой, что это за херня, что ты там делаешь? Короче, девочки, звонит мне с утра и говорит, мама, ты не поверишь, у меня полностью все сдулось, полностью все это ушло и абсолютно ничего не болит. И вот я ему потом наложила тайп на это больное место, я его потом специальным такой носок, такой бинтом таким вот эластичным закрепила. И, короче, он уже без бинта, он пришел абсолютно нормально. И я еще раз убедилась, как сильно может воздействовать фос-рефлет-зонный массаж, то есть массаж стоп. Вот. И очень я довольна, что вот я именно вот в этом направлении углубилась и получила профессиональный диплом. То есть это моя основная специальность на данный момент. Потом я углублюсь в другие методики. Но поначалу я тоже не верила. Думаю, ну что за фигня такая? И вот я же вам рассказывала, вот эту девочку, которой папа покончил с собой, она пришла, она в таком подавленном состоянии, да, у нее, ну, во-первых, это несчастье произошло, во-вторых, у нее навалилась куча дел, потому что маму надо поддерживать, маме там надо эту квартиру убирать. И вот я ей тоже предложила, говорю, давайте я в конце массажа сделаю вам на стопе психозонный амфос, это тоже ты воздействуешь на точки, которые связаны вот с психологическими, с психическими центрами. Массаж, и вот она вот так вот лежала, лежала расслабленная, и представляете, я на нее смотрю, а у нее текут слезы, она как будто бы очистилась, вот с нее все это вышло. И опять-таки, да, вот люди, которым ты рассказываешь, да, давай я тебе это сделаю, давай я тебе это сделаю, тут идет речь в доверии к терапевту, ведь моя задача, я для этого и училась, чтобы для каждого клиента подобрать индивидуально, только для него подходящую терапию. Вот, и вот я же говорю, вот это чувство сегодня, да, было, что я, я уже могу кого-то чему-то научить, и они на перегонки хотят попасть со мной в пару, чтобы я им сделала массаж. Вот сегодня у меня была совершенно другая девочка, и я ее массировала, конечно же, в конце нам дали возможность использовать все свои знания, которые мы получили на этом курсе, и, конечно же, я давай комбинировать, там я нажила зажим, и, значит, я этими банками прошлась, там я ее этим аппаратом провибрировала, а потом тайпы закрепила, и, короче, она встала, говорит, боже мой, я хочу к тебе на массаж, и вот, не поверите, вот такая гордость распирает, и вот тут же я на паузе читаю этот комментарий, что для кого-то это работа адище, и мне грустно за таких людей, поэтому я всегда говорю, какая разница, сколько мне за это платят, я об этом никогда не задумываюсь, если я делаю дело, которое я люблю, и которое мне приносит удовольствие, мне не важно, сколько мне за это платят, я получаю такое удовольствие от самой работы, и я делаю ее так хорошо, что мне не могут плохо платить, понимаете, потому что специалист своего дела всегда будет востребован и хорошо оплачен, ну и плюс у меня такой характер, если я что-то делаю, то я должна это делать перфект, я перфекционист, вот, а если я чего-то не знаю, я пойду и доучусь, вот сегодня вот эти тайпы, я делала уже тайпы, где-то там на плечо, у какого-то кунда, я смотрела перед этим в интернете, что как где закрепить, а вот сегодня нам дали очень классную книгу, и я, конечно же, ее куплю и буду дальше углубляться вот в эту тему и практиковать, и кстати, вот этот вот курс на надувной подушке, подушка стоит 490 франков, на минуточку, но почему она такая дорогая, потому что она сделана из медицинского пластика, она непробиваемая, пули непробиваемая, можно так сказать, за эти деньги, и она выдерживает до 500 килограмм, то есть она не сдувается, это вот Владик сейчас купил себе матрас, да, временно, и вот он на утро, он уже почти на полу, то есть он сдувается в любом случае, и Владик не 200 килограмм, а это все-таки 500, и еще такой вот я заметила нюанс, что когда я только начала учиться на массаж, естественно, я начала учиться в Украине, и я с Украины привезла там какое-то вкусное маслечко, там какую-то, просила потом Игоря, заказывала вот эти вот одноразовые пеленочки, рулоны, потому что, конечно же, там это все дешевле, то сейчас, когда вот я работаю в СПА, когда это стоит денег, и когда вот я сейчас, например, свой кабинет дома обустраиваю, я не хочу не везти откуда-то из Китая что-то заказывать, я хочу купить все здесь, потому что это совершенно другой сразу вид и качество, вот совершенно, и я просто вот так вот себе рассуждаю, я же зарабатываю по швейцарскому тарифу, да, я делаю массаж, не по украинскому, ну что я, блин, не могу себе позволить, в конце концов, вот этот расходной материал, который, в принципе, понятное дело, если переводить на гривну, безумно стоит, но он того стоит, вот говорю я вам, я уже попользовалась, да, вот этим вот прозрачным у меня голубой, и вот то, что мы пользуемся на работе, и если ты берешь оптом, оно естественно всегда дешевле, а у меня есть возможность через работу заказывать, они все равно там тюки заказывают, и по нормальной оптовой цене брать себе тоже домой, точно так же касается масел, и ты думаешь, ой блин, ну что оно такое дорогое, а потому что оно очищенное 7 раз, оно без аллергенов, оно без каких-то раздражителей, оно без каких-то, то есть ты не можешь навредить этим маслом человеку, и вот представляете, вот у вас супер классное масло, вот с Украины привезло, оно разогревающее, там оно с корнем имбиря, там еще что-то, представляете, вот человек от давления поднимется, у него потом тахикардия разорвется, у него там прям на столе какая-то эпилепсия начнется, потому что у него аллергия, блин, на корень имбиря, вот такому я пришла выводу, и буду развиваться в этом направлении, прям вот сегодня испытываю вот такие вот чувства. Видите, что мы сегодня еще учили? Массаж груди, тынь-тынь-тынь, понятно, массаж груди и полностью все вот эти мышцы, которые цепляются за эти косточки, как они называются, это все ясно и понятно, вот, поэтому нет смысла мне это все сейчас пересказывать, и опять-таки повторюсь, понимаете, я материал, значит, я слушаю его на диалекте, и в голове я себе его перевожу на немецкий, не на русский, и вы меня просите по-русски это все объяснить, я это даже себе не перевожу на русский, потому что я-то его использую в своей работе по-немецки, и поэтому я даже не забиваю себе голову ненужными словами, и пересказать мне по-русски, вот, я не знаю, как эти полосочки называются, хоть убейся, и зачем мне об этом знать по-русски, я вам покажу фотографию, вы посмотрите. Ну что, ребятушки, еду домой, я уверена, эта информация будет кому-то полезна, особенно вот эти видео, которые я повставляла, вот, спасибо, что интересуетесь моим каналом, что со мной каждый день проживаете мои швейцарские будни, а мы увидимся с вами уже завтра, видите, уже темно, отличного всем дня! Подождите, на светлое еду, подождите, подождите, отличного всем дня!